Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам только что. Май все же вступил в свои права. Воздух прогреется до 20 градусов. О погоде чуть позже, а сейчас о новостях сегодняшнего дня. Черкесск ждут позитивные перемены. На городских территориях началось масштабное благоустройство в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Уже приступили к работе. Благоустраивают 8 придомовых территорий и 2 общественные строители, выполняют ремонт дворовых проездов, обустроят парковочные места, тротуары, уличное освещение, детские игровые и спортивные площадки, съезды для маломобильных групп населения, а также установят скамейки и урны. Всего в этом году благоустроят 15 территорий. Также преобразится аллея на Красноармейское и Малый пруд в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». На базе факультета дизайна и лингвистики Северокавказской государственной академии открылась персональная выставка члена Союза дизайнеров Творческого союза художников России художника-ювелира Мурата Салпагарова. Изделия мастера по-настоящему уникальны. Многие из них передают восточный и кавказский колорит. Ректор вуза Руслан Качкаров отметил, что такие мероприятия очень важны для студентов, будущих творцов красоты и эстетики. Мурат Салпагаров придерживается традиционного подхода к работе. Он не использует компьютерные технологии, поскольку считает, что в ручной работе чувствуется душа. Украшение, сделанное руками, как будто выглядит живым, признается ювелир. Что мир у нас сегодня, женский мир, конечно, боготворит вот таких художников, дизайнеров, ювелиров, потому что ни одна женщина без украшений, ну не выйдет она никуда, не имеет что-то такое особенное. Особенное, это он дает, не штамповка. Он сначала прорисовывает это все. Вот видите, здесь рисунок у нас внизу, потом идет работа его. Я хочу сказать, эти работы, которые сегодня знают у нас именно в Карачаевском языке, конечно, уже знают. В 9 часов смотрите Вести на карачаевском языке. Хорошего дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, в горах местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14, днем в горах до 18. Температура ночью 6-11, в горах плюс 1-6, днем 19-24 градусов тепла и местами до плюс 15. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду и днем будут порывы до 14. Температура ночью 9-11, днем 22-24 градусов тепла. Желудочные железы, обмена веществ мужского и женского здоровья. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Дар и достояние народа, переданное нам предками, это язык. Как сохранить? Есть решение. Самоучитель карачаевского языка. Приобрести вы можете, позвонив по номерам 8 918 225 46 20, 8 929 861 65 99. Лазерная коррекция последнего поколения в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А, 43-73-87. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные практически во всех сферах. Медицина, образование, культура, психологическая и юридическая помощь. Федеральная единовременная выплата при заключении контракта от президента России составляет 195 тысяч рублей. Оригинальная выплата от главы Карачаева Черкесии – 400 тысяч рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства и пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61. Ты всегда понимал, чего хочешь. И на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.